На неделе для граждан Азербайджана заработали регулярные автобусные маршруты из Баку в города Шуша и Агдам. Спустя 30 лет все желающие могут посетить освобожденные территории, но пока только на несколько часов. Для многих жителей Карабаха это самые счастливые часы в жизни, ведь люди ждали возможности вернуться в свои родные дома пол своей жизни. Билеты продаются онлайн и пока только туда и обратно. Стоимость несколько долларов. Ветераны и семьи солдат, погибших на войне, могут путешествовать бесплатно, но вернуться необходимо в тот же день. Это сделано ради безопасности людей. В Карабахе все еще небезопасно. Только в Агдамском районе за годы оккупации было заложено порядка 100 тысяч мин. И, как известно, реальные карты минных полей Армения так и не предоставило. Приехавшие в Агдам в первую очередь посетили комплекс Имарат, построенный по Нахалиханам в 18 веке и другие исторические памятники. Первые пассажиры наслаждались этим историческим моментом. Смартфоны нагревались от желания сфотографировать и заснять все, что видишь. Ведь в следующий раз они смогут сюда приехать на автобусе только через год. Такое правило ввели из-за огромного спроса на поездки. Каждый азербайджанец считает своим долгом посетить освобожденные земли. Правительство Азербайджана напоминает, что такие меры временные. Нужно еще время, чтобы полностью разминировать территории, заново возвести разрушенную инфраструктуру, построить дома и дороги. Уже вовсю идет формирование дорожной сети региона. Сейчас строится или восстанавливается 9 из 13 автодорог. Теперь понятно, почему министр дорог и градостроительства Исламской республики Иран Рустам Гасими прилетел сначала не в Баку, а в международный аэропорт Физули. Это важный политический ход. После Второй Карабахской войны у Азербайджана и Ирана были определенные разногласия. Многие эксперты считали, что позиция Ирана связана с тем, что их компании не позвали восстанавливать Карабах. Однако после встречи лидеров Ирана и Азербайджана все поменялось. Иранский министр ознакомился с ходом строительства международного аэропорта Зангилан, а также посетил участок железнодорожной линии Городис-Агбент, являющейся важной частью Зангизурского транспортного коридора. Гасими также не пытался скрыть удивление темпами продвижения проекта с азербайджанской стороны, учитывая, что общая протяженность железной дороги Городис-Агбент составляет 110 километров. Уже проложены 23 километра рельсов до станции Махмудлу Джабраильского района. Сюда впервые за 30 лет начали ходить рабочие поезда. Реализуемые проекты по восстановлению транспортной инфраструктуры расширят транзитные возможности региона и Азербайджана в контексте строительства Зангизурского коридора. Начались работы по строительству железнодорожной линии Барда-Агдам, проектирование ее второго участка. Ведутся проектные работы по железным дорогам Физули-Шуша и Городис-Агбент. Для железной дороги на территории Кельбаджарского района также подготовлены концептуальные проекты, ведутся технические работы. Кроме того, по графику идут работы по строительству инфраструктуры для воздушного транспорта. Еще одной приоритетной задачей является формирование стабильного телевизионного и интернет-сигнала. Замминистра цифрового развития транспорта Равшан Рустамов заявил, что телерадиовещанием уже охвачено 35% Карабаха, а более 50% освобожденных территорий обеспечены сетью 4G. Цель – покрыть всю территорию устойчивым сигналом связи. Азербайджан активно привлекает к восстановлению Карабаха дружественные страны. Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников сообщил, что российские компании подали 14 заявок на осуществление проектов в освобожденном Карабахе. Большинство – это подрядные заявки, но есть инвестиционные в сфере промышленности и сельского хозяйства. Есть также интерес к производству железнодорожного оборудования, строиматериалов, созданию фермерских хозяйств. Обсуждаются возможности российского участия в модернизации и строительстве энергетических объектов в Азербайджане. Восстанавливать Карабах будут практически всем миром, но главные силы сейчас опять же брошены на разминирование. Предстоит очистить от мин около 14 тысяч квадратных километров территории, на что может уйти до 13 лет напряженной работы. Азербайджан не скрывает, что здесь готов к тесному сотрудничеству со структурами, которые могут помочь в разминировании региона.